Друзья, вопросы можно задавать к микрофону, к этому подходить. Михаилу спасибо, давайте еще раз более бурными аплодисментами. Вопросы у меня есть тоже. Вот сейчас контуры новой налоговой в кавычках реформы, они обозначены. Вопросы у меня есть прогрессивная шкала, вместо плоской увеличения на 5% налога на прибыль, до 60 миллионов без НДС, а дальше уже начинается НДС в двух вариантах. То есть сама идея упрощенки, она уже уничтожена. Значит, упрощенки теперь, если раньше там малый предприниматель мог, значит, там, ну, бухгалтера, там, не знаю, два раза в месяц пригласить, теперь уже нужно иметь полноценного бухгалтера, а может и двух. Я вообще надеялся, что, я уж не говоря о моей мощной налоговой реформе, ладно уж, ну хотя бы до упрощенку, до миллиарда бы подняли бы, да, ну чтобы как бы был стимул для роста. Вот сейчас, извини, что вопрос длинный, Миша, вот сейчас два предпринимателя в старой модели, да, один у него оборот там 200 миллионов рублей, а у другого, ну, например, там, не знаю, где станции техобслуживания, а у другого 320. У кого 320, он не может конкурировать, потому что он еще начинает платить НДС, налог на прибыль, да, а тот просто 6% с оборотами, или он начинает хитрить, дробить бизнес, а это уголовное преступление, да, или он должен закрыться, или ему нет смысла, дошел до 250 и все, сейчас стало еще сильнее, сейчас уже до 6-10, а дальше уже надо подумать, вообще есть ли смысл расти. Мне кажется, что налоговая система должна сейчас побуждать открывать свои бизнесы, побуждать развиваться, но НДС должно быть 15%. Вот правильно Михаил сказал, у них перегрев экономики, там 3% это перегрев экономики, а Китай на протяжении десятилетия имел там двухзначные цифры роста, у него перегрева экономики не было. Вот конкретный вопрос, что вот эта новая налоговая система даст, это будет рост ВВП или падение? Налоговая система окажет понижательное влияние на динамику, на экономическую динамику. То есть понятно, что не будет способствовать росту, она его будет либо тормозить, либо усугублять экономический спад, потому что когда мы говорим, что у нас экономический рост, давайте не будем забывать, что у нас два председателя Росстата подряд не имеют никакого отношения к статистике, в принципе. С таким же успехом можно артиста цирка назначить руководитель Росстата, и думаю, что у него даже лучше будет получаться в силу, так сказать, профессиональных навыков и умений. Я, по-другому, единственное, я хочу добавить, что, понимаете, НДС это не только деньги. НДС это реальные риски уголовного преследования всегда, потому что мало ли что кому там примститься. Где? Где там. И от НДС нужно вообще полностью отказываться, заменяя его налогом с оборота. В этом отношении... Миша, дай пожму руку. Нет, понимаете, я очень не люблю бывшего вице-примера Дворковича, который в свое время сказал, что Россия должна платить за финансовую стабильность США, и это нормально, но в свое время он пропищал вот эту вот идею, и эта идея правильная. Просто потому, что НДС душит и разрушает все сложные производства. Чем сложнее производство, тем вреднее для него НДС. Плюс, когда мне начинают рассказывать, что наша сложная система компьютерная обеспечивает полную защиту от уклонения от НДС, ну, как-то не бьется это с рыночными предложениями, скажем так. На черном рынке, но тем не менее на рынке бухгалтерских высотов. Значит, дальше. Данная налоговая система ориентирована, во-первых, она делалась в авральном режиме, она делалась чиновниками, и она делалась, исходя из общей задачи торможения экономического роста. Эту задачу она решает. При этом, естественно, была политически, так сказать, вынужденная прогрессивная шкала доходного налога, но я обращаю внимание, что в целом обложение доходов из лиц по-прежнему остается регрессивным. Чем вы беднее, тем больше вы платите. Потому что, грубо говоря, если вы имеете доход ниже прожиточного минимума, с него снимается 30% обязательных соцзносов, и еще потом сверху 13%, 39%. Если у вас есть деньги для наема налогового консультанта, вы платите 6% ККП плюс что-нибудь еще. Ну, там, до 10% его точно платите. Точно уложитесь про любых своих затратах. Все, вот эта вот разница между 39% и менее 10% она фундаментальна. То, что внутри нее богатые стали платить больше. Ну, покажите мне, пожалуйста, богатого человека, который получает зарплату. Нет, он получает зарплату, но она для него незначена. Богатые люди получают дивиденды. В дивидендах никакой прогрессии не обнаруживается. Точка. Причем это фундаментальная позиция. С формулировкой, а если мы ведем прогрессивную шкалу на уплату дивидендов, то они все въедут по Францию от нас. То, что во Франции налоги выше, чем в России, в том числе на богатых людей, А, ну, это для наших руководителей отечественной экономики слишком сложно. Более того, у нас случилась большая трагедия. Большая радость для вороноспособности, потому что господин Белосов стал министром экономики. Но для социально-экономического управления это катастрофа, потому что Белосов был единственным в этом правительстве не социологом, не юристом, не дизелистом, а действительно экономистом. То есть человеком, который воспринимал экономику как нечто комплексное. Остались теперь одни отраслевики, которые картину в целом не просто не видят, а не понимают даже, зачем это нужно. Поэтому у нас кусочное разрывное развитие экономики, которое идет там, где федеральный бюджет дает деньги, сейчас качественно усугубилась кусочным разрывным управлением экономикой. И налоговая реформа, к сожалению, она эти проблемы не решает. Она не создает много новых проблем. Она не создает качественно новых проблем. Это правда. Но она усугубляет проблемы с стимулированными инвестициями. Потому что, повторюсь, если повышать налог на прибыль до 25%, и при этом автоматически освобождать от налога на прибыль инвестиции, никаких проблем. Это поддерживаю, это хорошо, и я это поддерживал на раннем этапе. Но, простите, если освобождать от инвестиций не все, а только те, которые будут специальным образом лицензированы, то, простите, это апофеоз бюрократической тупости. Прогрессивная шкала доходов из лица, да, это нормально. Но, вообще-то говоря, смысл прогрессии не в том, чтобы богатые платили больше. Смысл прогрессии в том, чтобы бедные платили меньше, чтобы они выходили из тени. У нас почему пенсионная катастрофа? Потому что у нас там до 30 миллионов человек, до 40% рабочей силы, действуют в тени до сих пор. Соответственно, они не платят ничего и не платят пенсионные взносы. При такой структуре, неважно какая демография, невозможно никакая пенсионная система. Ни хорошая, ни плохая, просто невозможно. А для этого нужно, чтобы бедный человек, у которого доход на уровне прожиточного минимума, или меньше, или чуть больше, он просто ничего не платил. Но это, как бы, слишком сложно для господ из любителей. Поэтому, к сожалению, про данную налоговую систему, из хорошего, можно сказать только то, что она не усугубляет, как как, не создает принципиально новые проблемы и не очень сильно усугубляет имеющиеся проблемы. Но, учитывая общий уровень руководства российской экономикой, на самом деле это хорошая новость. Это радостная новость. Я еще хочу вернуться к необходимости. Вот статистика. Пусть она в том виде, в каком есть. За полгода налогов собрали на 32% больше. Это официальная статистика. На 32%. Сейчас, одну минутку. Я просто хочу напомнить всем присутствующим, что если у бухгалтера недостача денег, ну, это проблема, но бывает. А если вот у бухгалтера завелись неучтенные деньги, вот это катастрофа. Вы не поверите, с федеральным бюджетом то же самое. Так вот, на 32% больше при инфляции 7%. Ну, то есть, необходимости нет. Дальше. Есть такой показатель объективный. Доля налогов ВВП. У нас 31,8%. В Америке 32%. Поэтому у нас темпы роста ВВП сопоставимые. Ну, по чуть-чуть. А вот в Китае 15%. То есть, там налоги в два раза меньше, чем у предпринимателей, если посмотреть. И поэтому там темпы роста ВВП совершенно другие, чем у нас. Значит, сравнивать три модели экономики нельзя. Потому что, если Соединенные Штаты Америки строят капитализм. Пусть там постинформационный и прочее. Китай строит социализм или коммунизм. Пусть сами между собой разбираются по-китайски. У нас построено общество, которое когда-то Сергей Юрьевич Глазьев назвал блатным феодализмом, но практикой СВО внесла свое, так сказать, уточнение. Это оказался имитационным блатным феодализмом. Потому что, если Детри Виль командовал мушкетерами кардинала так, как мы это иногда наблюдаем, ну, как бы, мушкетеры бы остались, а вот Детри Виль уже давно не было бы. А у нас, в общем, очень часто бывает предсвоположная ситуация. Поэтому нельзя сравнивать с механически. качественно разные модели экономики, к моему глубокому струнению. Но проблема в том еще заключается, что американское правительство, китайская компартия, они пытаются развивать свои экономики. По-хорошему, по-плохому, получается, не получается, по-разному. У нас эти попытки носят, в общем, в значительной степени имитационных характеров. Из достижений, да, действительно удалось, начиная с 2020 года, бюджетные расходы при сохранении коррупции. Бюджетные расходы осуществляют таким образом, что за счет бюджетных расходов из федерального бюджета частично компенсируются негативные последствия макроэкономической политики. Это открытие, практически достойное учебника по экономической теории. Все, собираюсь теперь писать. По итогам действия, так сказать, нашего замечательного правительства. Но, понимаете, это недостаточно для развития. Недостаточно для развития. Второе, что сейчас происходит, я думаю, вы заметили. У нас, внутри нашего замечательного государственного организма, проснулось что-то, стремящееся к наказанию коррупционеров. У нас сейчас посадки и аресты идут в очень серьезных масштабах. Причем, что не для всех привычно, именно за дело, в том числе за старые преступления, в основном коррупционные. Это хорошо, но уже силовые структуры перегружены этими арестами, я вижу, потому как они, так сказать, работают в том числе с моими запросами. Но при этом фундаментальная проблема заключается в том, что это борьба именно с коррупционерами, а не с коррупцией как явлением. Если вы боретесь с плохими людьми, потом выяснится, что у вас нет хорошего. Для того, чтобы ограничить коррупцию, искорить, конечно, это я загнул, ограничить ее, вести ее в безопасные рамки, потому что любой порог существует всегда, нужно менять правила, которые ее порождают. А по заменению правил мы пока даже близко к этому не подошли. Причем очень многие хорошие механизмы, которые были созданы, типа, например, электронного компьютерного слежения за всеми счетами, имуществом и в целом за поведением чиновников, так свидетельствуют некоторые меры по их улучшению. Они, в общем, работали недостаточно, скажем, это мягко. То есть изменения к лучшему, они все-таки есть, но они недостаточны. И с точки зрения практики, ну, слушайте, посадят того или иного, коррупционирования не посадят, если госзакупки проводятся по старым лекалам, по старым стандартам, если качество строительства остается прежним, да, ну, в Москве, я говорю, пик, в Подмосковье, я говорю, самолетки, в некоторых регионах, я говорю, другие слова. Но все мы понимаем, что это пока изменения, которые, может быть, вселяют еще недобитую надежду, но не являются изменением, которое действительно изменяет принципиально существующие правила игры. Они должны быть изменены. На сегодняшний день, к сожалению, мотивация либералов, ну, то есть людей, которые служат 12-м скакулянтом против своего народа, которые управляют нашей экономикой, заключается в том, что этой экономики быть не должно. Что я забыл сказать самое скверное, дорогие друзья, у нас более половины кредитов сейчас это кредиты с плавающей процентной ставкой. Мы же разбаловались, мы же привыкли, что кредиты сфиксировали процентной ставкой, что я там два года назад взял ипотеку под там 13% и чтобы там центральный банк не выкидывал, с моей ипотекой все будет хорошо. Так вот, за последний буквально год у нас резко выросла доля кредитов с плавающей процентной ставкой. И всем, и банкиры, и предприниматели, которые брали, и обычные люди, которые брали, они говорили друг другу. И сами в это верили, несмотря на противоположность своих позиций. Сами в это верили. Ну, сейчас, ребята, потерпите немножко, поплатите эти абсурдно завышенные проценты, но потом Банк России, он же одумается, он же потом снизит процентную ставку и все войдет в норму. Так он ее повысит. И какое количество будет новых банкротств, остается сейчас только гадать. Спасибо. Это вы мне аплодируете или банкротите. Наверное, ему. Дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы прослушали этот ролик. Но самое главное, не то, что сказано в нем, а то, что будет сказано в моем канале на телеге и в моем канале в Дзене. Подписывайтесь на них. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok